В Соединенных Штатах близится день выборов, и многие люди по всему миру активно обсуждают это событие и спорят о нем. В некоторых церквях об этом говорят, в некоторых молчат, и у людей возникает много вопросов по этому поводу. К примеру, таких. Должны ли мы участвовать в выборах, если нам не нравится ни один из кандидатов? Должны ли мы голосовать за меньшее из двух зол? Должно ли пробуждение сперва произойти в политике, чтобы затем оно началось в сфере духовности? Я недавно увидел одно короткое видео в Твиттере, им уже успели поделиться многие люди, и я сам его посмотрел, и мне очень понравилось, как этот пастор сформулировал свою позицию, поскольку в его словах я услышал свои собственные мысли, потому что и сам об этом думал. Вот только не мог четко сформулировать свои мысли и выразить их словами. Так вот, я хочу, чтобы мы вместе посмотрели это видео, поскольку я верю, что для вас это станет огромным благословением и поможет прояснить некоторые моменты, касающиеся предстоящих выборов. Даже если вы не живете в Соединенных Штатах, я практически уверен, что вы молитесь за нашу страну, потому что то, что в ней сейчас происходит, повлияет на многое из того, что происходит во всем мире. И, пожалуйста, молитесь за Соединенные Штаты, но если вы живете в США и являетесь гражданином этой страны, вы должны не только молиться, но и участвовать в выборах, потому что праведность возвышает народ, а беззаконие — бесчестие народов. И когда умножаются праведники, как сказано в книге Притч 29.2, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. Теперь давайте посмотрим само это видео. Я недавно задумался о том, что во многих отношениях многие люди в церкви сегодня имеют неправильное понимание миссии Иисуса. И я записал несколько мыслей, и я не пытаюсь убедить вас встать на чью-то сторону, но мне кажется, что говорить об этом все равно нужно. Многие люди имеют неправильное понимание миссии Иисуса. Один пастор на этой неделе, очень известный пастор, написал в Твиттере, «Никогда Трамп не будет президентом. В этом году президентом станет Камала Харрис, но Иисус всегда будет царем». Пожалуйста, поймите, это одно из самых глупых высказываний, которые я когда-либо слышал. И вот почему. Люди спрашивали меня на этой неделе, есть ли у меня какое-то мнение или позиция в плане политики. У меня есть мнение, причем не одно, но я не политический комментатор, а проповедник. Но некоторые моменты, которые происходят в политике в данный момент, имеют больше отношения к богословию, чем когда-либо раньше. Так что позвольте рассказать вам о моей позиции. Люди часто пишут мне и спрашивают об этом, так что я отвечу всеми одним махом. Партия демократов — это бесовская секта, продвигающая смерть, которая находится под властью и влиянием сатаны. Не спешите с выводами. Я сейчас объясню, почему я так говорю. Когда нечто подобное звучит со сцены церкви в Соединенных Штатах, это точно не просто так. Это довольно резкие слова, но, пожалуйста, услышьте, что он пытается до нас донести. Голосовать за демократов — значит голосовать за группу людей, которые строят свою предвыборную кампанию на всем том, что Бог ненавидит. Операции по смене пола, убийство младенцев в утробе матери и половое развращение детей — это их визитная карточка. Это то, к чему они стремятся, и они даже этого не скрывают. У них есть передвижные абортарии у стен зданий, в которых они проводят свои съезды. Это самая радикальная партия в истории нашей страны. Я не понимаю, как можно быть христианином и голосовать за партию, продвигающую все то, что Бог ненавидит. Это во-первых. Во-вторых, у вас есть ответственность и привилегии голосовать за ту партию, которая стремится сдержать надвигающуюся на весь мир волну зла. Также поймите, что в этих выборах нет идеальных кандидатов. Оба кандидата — это грешные люди, но один из них является гораздо лучшим вариантом в плане сохранения жизни детей и нормальных семей, чем другой. Нежелание участвовать в голосовании — это нежелание выразить свою благодарность мужчинам и женщинам, которые умерли за нашу страну и обеспечили нам ту свободу, которую мы имеем сегодня. Это также нежелание отстаивать истину, на которой строится наша страна. Вам не обязательно должен нравиться какой-то кандидат. Вы просто должны голосовать за лучший вариант. И один из кандидатов гораздо хуже другого. И мне кажется, что это для всех очевидно. Слово «голосование» происходит от латинского слова «votum», которое означает «сделать выбор». Вы голосуете не за пастора, а за человека, который, по вашему мнению, является лучшим вариантом для сохранения истины и праведности в нашей стране. В-третьих, и именно поэтому я сказал, чтобы вы не спешили с выводами, потому что есть определенные люди, которые будут кричать «Аминь» практически на все, что касается политики, если мое мнение совпадает с их мнением. Но я также хочу, чтобы вы также громко кричали «Аминь», когда я скажу следующее. Наша надежда не на какую-то политическую партию и не на того, кто сидит в Белом доме. Ведь это все гораздо менее важно, чем то, кто восседает на небесном престоле. Я на этой неделе смотрел несколько видео известных проповедников, которые противоречат этому утверждению. Распространение Евангелия ни на грамм не зависит от того, кто станет президентом. Поймите, христианство распространяется быстрее всего в странах, в которых христиан преследуют и гонят больше всего, а не там, где у людей больше всего свобод в плане вероисповедания. Мир рушится, и мы терпим Божий суд, потому что отвернулись от Бога. Если вы хотите увидеть реформы и перемены в политике, вам нужно сперва увидеть духовное пробуждение в стране, а не наоборот. Невозможно с помощью реформ в политике достичь духовного пробуждения. Поэтому, когда люди говорят, нужно сделать так, чтобы этот человек стал президентом, и тогда в нашей стране начнется духовное пробуждение. Нет, не начнется. Не начнется. Так не бывает и никогда не было. В-четвертых, мы должны открыто выступать против зла, но никогда не должны превращать свое миссионерское поле во врага. Какое сильное слово. Мы должны открыто выступать против зла, но никогда не должны превращать свое миссионерское поле во врага, поскольку мы призваны достигать неспасенных и взращивать учеников, уча всему, что Иисус нам заповедал. Но порой мы объявляем священную войну вопросам, которые крайне важны, и забываем, для чего церковь существует в этом мире. Не только для того, чтобы отстаивать истину, но и для того, чтобы спасать заблудших. Вы можете открыто высказываться по поводу политических вопросов, говорить о разных проблемах, выступать против абортов и операций по смене пола, поскольку это огорчает Бога, и при этом относиться к этим людям с состраданием, а не писать гневные высказывания в Твиттере, живя в своем изолированном мирке и осуждая их, 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 и не осознавая, в чем заключается ваша миссия как христиан. В-пятых, если вы охотнее продвигаете свои политические взгляды, чем провозглашаете послание Иисуса Христа, если люди знают, что вы республиканец, но не знают, что вы последователь Христа, у вас неправильные приоритеты. И сказав это, я разочаровал и левых, и правых. Так что имеем то, что имеем. Мы должны голосовать. И для меня тут все просто и понятно. Но я также хочу, чтобы вы понимали, что наша надежда не на человека, который сидит в Белом доме. У кандидатов с обеих сторон есть свои недостатки. И среди вас есть люди, которые говорят, «Голосуй за Иисуса в 2024 году». И я не знаю, что это значит. Потому что он был царем в течение последних 6000 лет. И он будет царем в течение следующих 10 миллиардов лет. Также среди вас есть пацифисты и те, кто возлагают свои надежды на то, что произойдет в ноябре. Послушайте, Библию в ноябре не отменят, потому что церковь никто не отменит. И мы не стоим в обороне. Врата ада нас не одолеют, поскольку мы нападаем. Я не знаю этого пастора лично, но мне нравится, как он подал эту тему. И мне кажется, что очень важно повторить некоторые ключевые мысли. Партия демократов — это бесовская секта, продвигающая смерть, которая находится под властью и влиянием сатаны, поскольку они выступают за операции по смене пола, убийство младенцев в утробе и половое развращение детей. И нужно быть страусом, спрятавшим голову в песок, чтобы этого не видеть. Во-вторых, у нас есть ответственность и привилегия голосовать за ту партию, которая приложит больше усилий, чтобы остановить надвигающуюся волну зла. Один пастор недавно сказал, что нам приходится выбирать между Иезавелью и царем Саулом. Но мы и не ищем такого кандидата, который является более посвященным христианином, а ищем такого кандидата, который больше готов отстаивать христианские ценности и продвигать принципы, которые нам ближе по духу, пусть он и не является христианином. Мы не выбираем между христианином и неверующим человеком. Мы выбираем между неверующим человеком и откровенным антихристом. И об этом не следует забывать. В-третьих, не так важно то, кто сидит в Белом доме, как то, кто восседает на небесном престоле. И для нас очень важно помнить о том, что Бог восседает на престоле. Пробуждение в церкви обязательно выльется в виде реформ в обществе, а не наоборот. Бог не сказал, если мой народ проголосует за правильных политиков, а сказал, если мой народ смирится, покается и будет искать моего лица, тогда я исцелю землю. Но я все чаще замечаю, как некоторые люди упорно продвигают идею о том, что пока мы не изменим мир извне, он не изменится изнутри. Но Иисус такому не учил. Он умер на кресте и вообще ничего не изменил в политическом плане. В течение сотен лет после его смерти христиан убивали как животных из-за политического режима того времени. Но христианство при этом распространялось, потому что Иисус пришел, чтобы изменить наши сердца изнутри. Но все же он пришел с небес, чтобы что-то изменить. Он пришел с небес на землю, и тогда его царство вторглось в наши сердца, и в итоге начало влиять на все общество. Четвертое, о чем упомянул этот пастор. Мы должны открыто выступать против зла, но не должны превращать свое миссионерское поле во врага. Я видел, как некоторые пасторы боятся открыто высказываться против абортов и гомосексуализма, потому что пытаются всем угодить, боятся кого-то обидеть и стараются чувствительно относиться к ищущим. Но мне кажется, что ситуация меняется. Многие пасторы становятся более смелыми, а на жизни тех, кто трусится, поджав хвост, нет Божьей благосклонности. Хотя люди в их церквях и ожидают, что пастор будет говорить истину в любви. Но мне нравится то, как он сказал, что мы не должны упускать из виду самое главное, а именно, что церковь существует для того, чтобы люди спасались. Это наша основная миссия. Я однажды проповедовал в церкви об абортах, причем довольно прямолинейно. Мне было нелегко об этом говорить, и в конце служения я обратился к людям, сделавшим аборт, и призвал их обрести прощение в Иисусе и попросить Его простить их грехи. И многие люди в тот день посвятили свою жизнь Иисусу, а затем подходили ко мне и говорили, «Я чувствую, как кровь Иисуса омывает меня от чувства вины за пролитую кровь». После того, как я проповедовал о гомосексуализме, я видел, как геи, до этого состоявшие в браке, разрывали свое свидетельство о браке, шли и разводились. Почему? Потому что истина делает людей свободными, когда она приправлена благодатью, и когда мы помним о том, что призваны не только отстаивать свои принципы, но и спасать погибающих. И для того, чтобы найти здоровый баланс между этими двумя моментами, нужна огромная мудрость, сострадание и руководство Святого Духа. И, наконец, если вы с большей готовностью продвигаете свои политические взгляды, чем провозглашаете послание Иисуса, если люди знают, что вы республиканец или демократ, но не знают, что вы христианин, у вас неправильные приоритеты. Учитывая то, в каком состоянии находится наша страна, если вы ходите и всем вокруг рассказываете, что вы христианин, и при этом поддерживаете все то, что пытаются навязать всей стране партия демократов, я не знаю, что у вас происходит в голове, потому что эти два момента никак не сочетаются. Будучи христианами, мы должны понимать, что являемся гражданами Царства Небесного, но также солью земли и светом миру. И потому мы должны каждый день жить в соответствии с нашими христианскими ценностями во всех сферах нашей жизни. Если вы еще не зарегистрировались для того, чтобы участвовать в голосовании, вам нужно сделать это как можно скорее. И не голосовать за какого-то кандидата, а голосовать за свои ценности. Не за человека, а за соответствующие принципы и законы, которые он будет принимать. Это гораздо важнее того, что кто-то из кандидатов говорит или пишет в цитре, или как он выглядит, или какого он пола, или какой у него цвет кожи. Так что молитесь за нашу страну. Вообще-то давайте закончим это видео молитвой за наш народ и попросим у Бога защиты, и также чтобы он обратил сердца людей к себе. Господь, я благодарю Тебя за этот день. Я благодарю Тебя за истину, скрытую в Твоем слове. Я молюсь за миллионы верующих людей, которые живут в Соединенных Штатах, чтобы мы не говорили, что мы вне политики, а встали на колени и в первую очередь начали сражаться за свою страну в молитве. Чтобы мы шли, достигали заблудших и взращивали учеников, они ожидали, что только потому, что мы проголосуем на выборах, все изменится. Ничего не изменится, если мы не начнем проповедовать Евангелие своим соседям, если мы не начнем идти в школу и учить своих детей, как быть солью земли и светом миру. Я молюсь прямо сейчас о предстоящих выборах, Господь. Я молюсь во имя Иисуса, чтобы план дьявола был разрушен, и чтобы никакое оружие, сделанное против нашей страны, не было успешным, Господь. Мы молимся прямо сейчас во имя Иисуса, чтобы люди, которые осуществляют Твой план на этой земле и продвигают такие ценности, как праведность, семья, вера и свобода, одержали победу на выборах. Мы просим обо всем этом прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословены. Увидимся с вами в следующий раз.